еще одна проблема юридическая говоря о строительстве открытым способом мы сталкиваемся с тем что в зону влияния попадают здания окружающей застройки это одна из важнейших проблем которые мы должны решать строя подземные сооружения но что получается мы с вами знаем что с пяти метров а до пяти метров если ты являешься владельцем здания то считается что собственно говоря это подземная часть принадлежит хозяин и получается таким образом что мы не можем сделать усиление фундамента если требует отрезать когда мы делаем какое-то какое-то серьезное подземное пространство премьер вам известен стопа 4 подземный 4 подземный партнер я не стану говорить о проекте там пицца пожарничал и заказчики проектировщик пошел на поводу сделал награждение шпунтовая хотя надо было сделать стену клинки а по владелец дома по восстанию 4 отказался сделать усиление предыдущие все дома по фидерами баневскому 123 и пересадили на на свои титан худо-бедно они как-то это воспринимать все это а когда стали подходить к этому к этому дому геоизол вынужден был сделать там по одной стороне только стенку грунте ничего не спасало потому что три четверти было это шпунтовое ограждение доска и этот дом раскололся и стопа до сих пор судится вот с этим владельцем и арбитральный суд признал что владелец прав что он имел право запретить сделать усиление если вы до сих пор если мы не сделаем вот эти не изменим законодательства я об этом говорил и законодательном собрании депутаты все говорится и вишневский ковалевы кивали головой но ничего говорится по этому поводу не сделали хочу вам привести пример вот когда в амстердаме говоря о международном опыте в амстердаме по улице ван дом строилась строилась метро открытым способом часть метро этого ветка метро идущие от железнодорожного вокзала шла закрытым способом а на некоторые станции делались открытым способом вот эти все выходы они делали стена грунте 12 метровый котлован ограждение котлована сделано стена грунте и распорные балки но все здания а это все частные здания они были пересажены на свои горы лицу свои титана за счет города за счет города не спрашивая владельцев хотя бы понимаете там частная собственность более чем священна мы сейчас я такого позволить не можем вот это один из вопросов который приходится решать поэтому все вот это комплексно остается как я что хотел делать и подземные парковки под восстание а сделать подземную развязку в которой необходимо мы сделали это можно было сделать только при социализме сейчас к сожалению мы к этому думаю можно при капитализме они там делают капитализм там не государственный в отличие от нас государственный капитализм все-таки у нас дикой капитальный другой пример светлановская площадь вот казалось помните несколько лет назад шла реконструкция светлановской площади вот там казалось бы выход марина на поверхность вот сделайте вот этот проезд по и с выезд на светлановский на светлановский светлановский проспект выезд на 2 муринский по испытателей подземный как-то напрашивалось там подземный проект нет все закатали и снова там трамвай ходит комнатам это пробки задающие через стакану построить к чему я это все говорю что все это можно было бы решить если бы у нас действительно было бы комплексный комплексный подход и это было бы сказал во власти губернатор к сожалению даже наш губернатор не имеет такой власти чтобы записывать первое восстановить советскую мы собрались здесь о том чтобы говорить о том как все как хорошо бы сделать все подземное пространство и она у нас и серьезно спасет да действительно я большой сторонник этого хозяйства не подземного пространства но я просто хочу чтобы у нас нет было только такой оптимистичного взгляда на этот вопрос я всегда говорю своим студентам нас на факультете повышение квалификации проектировщиков и строителям мы можем построить любое подземное просто любое сооружение любые грунтовых условиях вопрос только сколько это будет стоить сейчас у нас есть совершенно правильно и проектировщики у нас есть строитель у нас есть технологии у нас есть техника и таких примеров городе у нас я могу назвать серьезные объекты которые вот у нас все специалисты это знали это вторая сторона вторая сторона мариинки это этот столбик это галерея это камень конце концов подземное пространство под кресту под крестовским театром это зоологическая улица то что сделано сейчас вот еще ряд объектов адаман сделан прямо там около стройкомитета подземное пространство у нас есть прекрасный пример только надо помнить о том что вот стоимость открытого открытого котлована с 12 двух метров начинает возрастать на 15 процентов геометрической прогрессии начали на каждый 10 за каждые 10 сантиметров вот умножайте на 15 процентов и прибавляйте и увеличивается за счет чего это ограждение котлована водопонижение а дальше начинаются вопросы усиления фундаментов существующих зданий окружающей застройки мы же работая в центре города мы должны постоянно об этом помнить что вы не просто какое-то здание мы с вами может серьезно нарушить а пример у нас были вспомните невский проспект дом 57 когда известнейшая фирма австрийской отделе неизвестной фирмы бауэр разрушил нас пять зданий в центре города я когда водилы иностранцев туда показывают посмотрите это вот это как будто как будто землетрясение 12 лет у нас стояли эти здания а котлованчик а котлованчик побыл всего 8 8 метров перечеркиваете все правильно вот мы там уже этого не было дело строй сделал отсюда он стал делать не пересекающиеся бурно-бирные сваи а соприкасаюсь делать инъекцию то есть все и все это реально я это призываю к чему говорят я чему это говорю о том что мы можем работать в центре города но это все штучное давно вот штучное строительство